Дорогу по улице Солженицына в Волгаре построили с нуля. В чистом поле по современным технологиям проложена ливневая канализация ширина проезжей части на четыре полосы. Тротуары, ограждения, освещение, разметка, дорожные знаки. Светофоры появятся позже по согласованию с ГИБДД. Они изучат интенсивность движений пешеходов и транспорта. Все это должно обеспечить безопасное движение, уверены специалисты. Строительство дорог в жилом микрорайоне Волгарь ведется по государственной программе развития жилищного строительства. Мы в данный момент находимся на улице Солженицына, вторая очередь, где дорога уже фактически построена и готовится к приемке. Данная дорога строилась для развития микрорайона. По одной стороне дороги улицы Солженицына построят жилые дома, по другой школу и детский сад на 215 мест. Для удобства подъезда в дальнейшем обустроят Т-образный перекресток с организацией поворота как направо, так и налево. Жители Волгаря дорожной инфраструктурой довольны. До конца года в микрорайоне Волгарь будет пять новых дорог. Одна из них проложена к парку Дружба, другая по улице Толобаева, а также по Осетинской, где на первой очереди подключили фонари. А при въезде в поселок Волгарь с улицы Народная появится новая развязка. Благодаря этому станет проще добираться до центра города и обратно, а старый выезд закроют. Уже расчищена площадка под строительство дороги. Идут земляные работы. Закончили устройство ливневой канализации. Ведется перекладка городского коллектора. Данная дорога позволит облегчить ситуацию жителям Волгаря с выездом на улицу Народная. Предусматривается устройство полосы разгона, полосы торможения. Для поворота налево по направлению из города будет сделана дополнительная полоса движения, которая обеспечит беспрепятственно людям продолжать движение прямо, не затрудняя основное движение. Графики строительства согласованные. Сроки выполнения находятся на контроле правительства Самарской области, регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, городских властей. Финансирование ведется из федерального, областного и муниципального бюджетов. Гарантия на все новые дороги в Волгаре 5 лет. В конце года планируется открытие еще Фрунденского моста. Это, по мнению экспертов, кардинально изменит ситуацию с распределением трафика и облегчит транспортное сообщение жителей Кубышевского района с центром Самары, а дальше с федеральными автодорогами М32 и М5. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.